Мы продолжаем с вами беседы по необходимости проповеди Евангелия еврейскому народу и вытекающие отсюда благословения для нееврейской церкви вообще и для еврейского народа. В частности, мы с вами установили, что на самом деле Павел в центральной части своего послания к именам, а именно в 9, 10 и 11 главе, пока мы говорили с вами только о 9 главе, он уделяет большое, я бы сказал, неприходящее значение значимости или весомости, славы для Господа Бога еврейского народа, как обязательно необходимого инструмента эсхатона или конца времен в деле установления тысячелетнего царства здесь на земле, окончательного спасения, возвращения церкви вместе с Господом. То есть, иными словами, как ключ к решению всех проблем будущего касательно всей истории земли и церкви в частности на этой земле. Поэтому Павел уделяет вот такое вот огромное внимание и вот стихи, которые мы с вами прочитали, первые стихи 9 главы, они безусловно с моей точки зрения об этом свидетельствуют. Причем я хочу еще раз подчеркнуть, Павел постоянно и в дальнейшем артикулирует это в этом отрывке, он делает акцент на то, что он это говорит не потому, что он еврей, не потому, что он выторговывает какие-то специфические условия для братьев своих по плоти в Царстве Небесном или в репрезентативном Царстве Небесном здесь в виде церкви. Вовсе не от этого, он постоянно делает акцент, он говорит, я вообще, основное мое признание, я служитель для язычников, я вполне имею мир с этим, но из песни слова не выкинешь. И он говорит, именно потому, что я служитель для язычников, я хочу рассказать вам о евреях, потому что евреи или ваше отношение к ним, или ваше отношение к Божьей истине относительно евреев в будущем, будет определять, будете ли вы в благословении, или вы в благословении не будете. Именно с этой целью, с этой мыслью Павел как бы говорит, это надо всем, им и вам. В начале 10 главы Павел делает еще один рефрен, мы естественно не сможем полностью, это отдельный большой курс, который я читаю, который посвящен только 9, 10 и 11 главе, мы пытаемся с вами сделать это в усеченном виде, тезисно, поэтому мы коснемся только некоторых слов или некоторых положений, которые в концентрированном виде сообщают нам центральную истину этого отрывка. Итак, Павел говорит, братья, обращаясь естественно к церкви, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют они ревность по Боге, но не по рассуждению. Я думаю, это требует некоторого пояснения. Молитва, как апостола язычников, к Богу об Израиле во спасение. То есть Павел устанавливает прецедент, и он устанавливает отметку или планку для каждого верующего христиана. Он говорит, что молитва о спасении Израиля должна быть приоритетом или одним из приоритетов в жизни верующего человека. Если я спрошу вас, как часто на протяжении дня вы молитесь о спасении Израиля? Наверняка большинству из вас придется стыдливо потупить свой взор и сказать, простите, о ком? Я прекрасно понимаю, это не то, что на самом деле занимает вас каждый день. Это не то, с кем или с чем вы сталкиваетесь каждый день. Эта вещь достаточно абстрактно звучит о вас, тем более в средней полосе России. Благо бы речь шла там в городах типа Москва, где много проживает евреев, или Иерусалим, или Нью-Йорк. Скажем, в той части, которая называется Бруклином, Лиманхаттем. Но здесь, в Курске, или в других местах, где евреи диковинная птица, да чего с какой бы стати? Их никто не знает, они сторонятся всех, их сторонятся все. Да и потом нету никакого преимущества. Однако Павел не считает это зазорным. Павел считает это абсолютно необходимым. И он говорит, молитва к Богу об Израиле во спасение. Понятно, что не о церкви во спасение, потому что церковь по определению спасена. Церковь это сообщество истинное, универсальная церковь, это сообщество спасенных людей. О спасенных людях не надо молиться о спасении. Поэтому Павел говорит, молитва об Израиле во спасении. Почему? Потому что проблема серьезная с Израилем состоит в самоправедности. Как, впрочем, и у разных других народов, но в Израиле она основана на том, что называется, неверно понимаемом историческом прецеденте. Когда народ Израиля уверен в самоправедности и уверен в ревности по Господу Богу, забывает, что ему постоянно надо искать милости Божьей в своей жизни и того, что Павел и Иисус называют термином спасение. Свидетельствую им. То есть он говорит, я свидетельствую, я признаю это, что они имеют ревность по Богу. Это не то, чтобы они не имели, это не то, чтобы они отвергали, это не то, чтобы они как идолопоклонники говорили, Бога нет, я его не знаю, знать не хочу, глаза не видел и не надо. Нет, так вопрос не стоит. И в этом, с другой стороны, серьезнейшая опасность ситуации, когда люди, уверенные в собственной праведности, из-за своего образа жизни, из-за образа жизни, уверены, что им ничего не надо в дополнение к тому, что они имеют, учитывая тот простой факт, что им принадлежат обетование, рукоположение, законоположение, усыновление и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это как бы усыпляет бдительность людей. Это часто мы видим и в церквях, когда люди настолько уверены в том, что они оправданы и спасены, что они как бы начинают почивать на лаврах, но не своих, на Господа Бога, и забывают каждый раз сверять себя зеркалом Иисуса Христа, насколько они соответствуют Его образу. В конечном итоге они приходят в ситуацию, когда они вообще перестают что-либо сверять, они настолько убеждены, что принадлежность церкви дарует им спасение, забывая, что принадлежность церкви не дарует им спасение, а спасение является условием принадлежности к церкви. Тем более, это верно по отношению к Израилю, отношения, которые с Господом Богом намного более древние, чем отношения Господа Бога с церковью. Уж по крайней мере на пару тысяч лет больше, скажем, третье тысячелетие до нашей эры, когда Господь Бог говорил с Авраамом. Итак, имеют ревность по Боге. Я хочу вам рассказать не академическую, но историю, которая как бы приключилась и которая стала для меня очень серьезным потрясением в начале 90-х годов. Кто-то помнит, наверное, есть такие, которые родились после начала 90-х годов еще в этой аудитории, судя всех наших слушателей и телезрителей, была такая война в Израиле, которая называлась война в Персидском заливе. Я говорил о ней, это та самая война, когда Ирак в первую же ночь кинул на нас семь ракет, на Израиль, две из которых были начинены бетоном. Но дело не в этом. Мы знали, что будет война, все это было как бы уже всем заранее известно, всем было понятно, что несмотря на то, что Ирак напал на Кувейт, а Америка решила отомстить Ирак, украинями всегда будут израильтяне. Мы знали. И, собственно, Ирак и Саддам Хусейн на тот момент еще живой предупредил, что так оно и будет. И израильтянам заранее раздали противогазы, закрылись все рестораны, практически не работали, не было ни одного туриста, все было как бы приглушено. Это напоминало фильмы о ленинградской блокаде «Стой дичь разницы», что, конечно же, не было недостатка в еде. Наши девочки, солдатки, они ходили с сумками через плечо, а противогазы были в таких коробках. Но поскольку израильтяне всегда все хотят видеть красивым и радостным, то эти противогазы украшались цветами, на коробке делались различные аппликации. В результате это все было разноцветно и красиво, даже во время войны или предчувствия войны, если хотите. Было, как я сказал, начало 92-го года. Что меня поразило? Израиль традиционное место, в котором находится очень много миссионеров, тем более Иерусалим. В принципе, любое представительство всех больших миссий, будь то Ассамблеи Божьей, или Южные Баптисты, или Северные Баптисты, или Campus Crusade for Christ. Масса, 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 масса организаций, они имеют свои представительства в Израиле. Потому что считается, как бы, ну как же так, в Иерусалиме не иметь отделения своей миссии. Я обнаружил поразительную вещь. Наверное, 95% миссионеров, как бы это сказать точнее, удрали из Израиля. Я могу сказать точнее, покинули Израиль, или более нежного, в заботах о своих семьях выехали из Израиля. Люди, которые вчера говорили, что без воли Господа Бога ни один волос не упадет с головы, которые утверждали, что Господь верен, не дремлет и не спит, хранит Израиль. Люди, которые говорили, что Господь Бог здесь всегда был, есть и будет. На поверку, и вот она антиевангелизация. Несмотря на все замечательные слова. Они толпами, их были тысячи. Они платили за любые деньги за билет, они уезжали из Израиля в преддверии или в предчувствии войны. Видит Господь Бог, я не тот человек, который мог бы судить или тем более осуждать. Я понимаю, у людей обязательства по отношению к своим детям, семьям, родителям и так далее, к женам. Мы прекрасно понимаем. Мы прекрасно понимаем. Но проблема была в том, что из Израиля невозможно было достать билет. Все как бы рейсы были забиты и заняты. И рейсы грузились христианскими пенсионерами, которые как бы выезжали, прославляя Господа Бога и покидая Израиль. В то же самое время невозможно было найти билет в Израиль. Представительства Иляля и других стран во всем мире осаждали толпы религиозных евреев, пытавшихся за любые деньги достать билет, дабы приехать в Израиль и во время войны быть там. Евреев, которые не верили в Иисуса Христа. Евреев, которые соблюдали традиции, вы, наверное, видели их кино «Fiddler on the roof» или как скрипач на крыше с такими бородами, как у меня и больше, с пейсами, с черными шляпами, всегда довольные, всегда улыбающиеся, ни на что не жалующиеся, проживающие в одной комнате с семью, с восьмью детьми, копящие деньги на то, чтобы когда плохо, вернуться в Израиль и приехать в Израиль. Это было достаточно сюрреалистическое, почти апокалиптическое время, когда началась война, я, который работал тогда в фирме по безопасности, моя обязанность ходила загонять людей по домам, когда сирена воздушная застыгала их на улице. И это было достаточно апокалиптическое зрелище. Я ехал в машине, в полицейской машине по улице города Иерусалима, скажем, в субботу, хотя в субботу запрещено ехать, но учитывая, что есть такое понятие, как пикуахнеташ, то есть жизнь человеческая превыше субботы, то, естественно, мы ездили. И вот раздавалась сирена, я и мой напарник, мы одевали немедленно противогазы, и вот мы едем по Иерусалиму, полуопустевшему, в противогазах, религиозные евреи идут в синагогу и ревностно обсуждают смысл недельной главы Торы, или того, что будет сегодня обсуждаться, не замечая никаких сирен. Мы, открывая окна в наших машинах и сдирая противогазы, мы не знали, будет газовая атака или нет, мы кричали им немедленно по домам, по домам, в защищенные комнаты, в бомбоубернище. Они смотрели на нас невидящими глазами и говорили, «А, ерунда какая! Ничего не может случиться! Мессия защитит Израиль!» И продолжали идти в синагогу, где они пели хвалебные псалмы Богу Авраама Исаака Якова. В тот момент, когда на Израиль падали ракеты, 400-500 человек хасидов с песнями и плясками шли к стене, плача, воздавать хвалу Богу Израиля за то, что Он привел их в это время в землю Израиля, и они имеют честь и право возносить молитвы со святой горы во славу Господа Бога, дабы Он хранил Израиля. И говорили, «Ничего не может случиться с Израилем! Господь Бог любит, верен и хранит верность!» Я вспоминаю это время как бы со смешанным чувством. С одной стороны, тревоги, потому что была война, и очень неприятно было чувствовать себя, как крысы, которые хотят отравить. Каждую ночь мы запирались в бомбоубежищах и закрывали двери, и мы ждали, что вот-вот либо упадет ракета, либо нас отравят. Но с другой стороны, я никак не могу забыть вот этого ощущения радости, которое я испытывал, глядя на вот этих вот людей, которые не веруют, к сожалению, в Иисуса Христа. Если бы к их ревности могла прибавиться хотя бы капля веры, как бы изменился мир. Имеют ревность, но не по рассуждению. Это ситуация, когда мне очень бы хотелось, чтобы возвратившиеся после, всех событий, осторожненько, христиане, могли перенять хоть честь. Я не говорю, конечно, о всех. Я ненавижу обобщение, тем более здесь понятно. Были и те, которые оставались. Понятно, я могу привести замечательного брата в Господе, руководителя организации Campus Crusade for Christ, который, будучи неевреем, потерял свою дочь, замечательную, замечательную девочку 14 лет, потерял свою дочь, которая была взорвана в террористическом акте, и благодарил Бога за честь, которая у него есть. Много замечательных христиан. Но мне очень бы хотелось, чтобы вот эта вот ревность, которую явили даже неверующие люди, она на самом деле была бы примером для тех, кто говорит много о Христе и говорит правильные вещи о Христе. Но нуждается вот этой вот практической ревности по нашему Господу Иисусу Христу. Переходя к 11 главе, Павел как бы делает еще один поворот, и он говорит, итак, как бы подводя итог всего вышесказанного, он говорит, спрашиваю, неужели же Бог отверг народ свой? Теперь на тексте того, что он сказал, понятно, что речь идет об Израиле. Он говорит, никак. Очень сильное утверждение на греческом языке. Никак. То есть, как бы не думайте, даже не воображайте об этом ничего. Никак. И чтобы подчеркнуть это, он говорит, ибо и я, израильтянин, из семени Авраамова. И чтобы не возникало вопросов, имеется ли в виду, что семья Авраамова, мы дети Авраама, по духу, он как бы продолжает эту родословную, он говорит, ибо я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Как бы подчеркивая, что здесь речь идет о плотских наследниках. Потому что мы можем сказать, что мы дети Авраама, но мы не можем назвать себя детьми Вениамина. Потому что, во-первых, даже если бы кто-то из нас был евреем, надо еще установить свою родословную, действительно ли он происходит от Вениамина, как Павел. Но Павел, как бы подчеркивая, обходя все возможные возражения, он говорит, никак. Бог не отверг народ свой, потому что от семени Авраамова не христиане, потому что речь идет о колене Вениамина. Павел делает это абсолютно ясно. Посмотрите, на эту тенденцию он раз за разом повторяет, 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 как бы понимая, что церковь не захочет прислушаться к этому и пророчески, пророчески. Церковь практически отвергла это учение на сегодняшний день. Не отверг Бог народа своего, то есть народа Израиля, который он наперед знал. Бог знал прекрасно, естественно, он на то и Бог, что Израиль ответит нет на большинство предложений Господа Бога. Продолжает, немножко ниже, в 11 стихе. Итак, спрашиваю, неужели же они приткнулись, чтобы совсем пасть? Он отвечает, точно так же понятно, что вопросы риторические? Никак. А теперь обратите внимание. Я хочу, чтобы вы запомнили одну вещь. Каждый день, когда стрелки ваших часов будут показывать одиннадцать минут двенадцатого или одиннадцать часов, одиннадцать минут, я хочу, чтобы вы вспомнили об этом стихе, ключевом стихе послании к кремлинам одиннадцать, одиннадцать. Итак, спрашиваю, неужели же они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, говорит он, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Запомните, от их, израильтян, падение, спасение язычникам. от их падения спасение язычникам. Если я спрошу вас, я обращаюсь ко всей аудитории во всем мире, которая слышит у нас и видит нас, для чего христианину даровано спасение? то естественным ответом будет нормальным для того, чтобы иметь жизнь вечную. Для того, чтобы ходить в церковь, для того, чтобы изучать Писание, для того, чтобы растить своих детей, для того, чтобы прославлять Господа Бога, для того, чтобы платить десятину в церкви. Миллион вещей для того, чтобы жить праведной жизнью. То, что мы говорим, амин. Эммет, амин. истинная правда. Да. Но Павел говорит здесь о чем-то совершенно другом. Он говорит, от их падения спасение язычникам. А теперь внимательно, чтобы возбудить в них ревность. Оказывается, он говорит, что от их, евреев падения, спасение пришло к вам. Но не чтобы вы наслаждались просто и воспринимали это как должное, потому что вы такие замечательные и хорошие, а они плохие. Они не хуже вас, и мы не лучше их. Мы не лучше и не хуже друг друга. Мы все, говорит Писание, согрешили, и все лишены славы Божьей. Если бы Иисус пришел не в Иерусалим, а на Курскую дугу, с ним бы поступили точно так же. Можете не сомневаться ни одной секунды, потому что Иисуса убили не евреи или не евреи, его убил человеческий грех, который был распределен достаточно равномерно среди всех. Так вот, Павел говорит, как бы подводя нас к этой кульминации, от их падения, спасения язычникам, но оно дано вам не для того, чтобы вы просто наслаждались, а чтобы вы возбуждали ревность у евреев. И я хочу задать вопрос, на который я, к сожалению, знаю ответ. Какую ревность церковь в сегодняшнем мире может возбудить у евреев? Количество алкоголиков per capita или в процентном отношении на душу населения людей, потребляющих алкоголь, среди тех, которые называют себя верующими людьми, выше, чем среди неверующих евреев. Количество наркоманов, которые находят свое место в том, что они называют церковью, выше в процентном отношении среди количества наркоманов среди неверующих ни во что евреев. Количество разводов, дорогие братья и сестры, в церквях по разным причинам, в процентном отношении выше, чем среди неверующих евреев. Количество преступлений уголовного порядка совершающимся обоцерковленными людьми, или те, которые называют себя верующими Иисуса Христа, в процентном отношении выше, чем среди неверующего населения еврейского. То, что мы говорим, правильные вещи об Иисусе Христе, вовсе не является поводом для ревности. Поводом для ревности является единственная наша жизнь во Христе, которая надо сказать правду. А ведь это мы говорим только о внешних вещах, а что происходит в наших умах, спросите себя, нашими желаниями, чувствами, вожделениями, стремлениями. Про это Господь Бог будет говорить с нами потом и разбираться там, но по крайней мере вот в этой вот жизни, о которой мы с вами говорим в честное слово. И церковь, и вся ее история через инквизицию, крестовые походы, начало менее чем славное протестантизма с антисемитскими высказываниями Мартина Лютерами, повлекшие за собой в конечном итоге Холокост, потому что Мартин Лютер был ни много, ни мало в конечном итоге идеологом Холокоста и уничтожение шести миллионов евреев. Одним из наиболее почитаемым Гитлером авторов. Какую ревность? Или о какой ревности может идти речь, когда мы имеем вот эту вот историю и современность церкви, которая в большинстве своем 90 процентов, может быть, некоторые скажут меньше, но я очень близок к этой церкви, исповедуют то, что называется подменной теологией сегодня, которые говорят, что Израиля больше нету. есть церковь в планах Божьих, которая полностью подменила собой Израиль. Неудивительно, что влияние христианства все меньше в мире при всем моем желании видеть обратно, и мы видим поднимающий голову ислам, мы видим поднимающий голову разного рода фундаментализм, мы видим, что самой быстро растущей в мире религией является ислам, где в Англии каждый день возводится одна мечеть, подумайте, одна мечеть, где в Голландии количество первоклассных, которые пошли два года назад в школу, мусульман больше, чем количество первоклассных, подшедших из так называемых христиан, можете себе представить, что будет через 12 лет, уже через 10, в Голландии. Ситуация, при которой, когда вы посещаете Америку и переезжаете в родной город Билли Грэма, Шарлот, Северная Каролина, и вы попадаете в церковь, когда-то, 30, 40, 50 лет назад они стояли каждые 100 метров, монументальные здания с залами на 400-500 тысяч человек, и которые по воскресенье сегодня посещаемы 50-60 старичками, вы вдруг начинаете понимать, что что-то здесь не так, или Европа, в которое вступило, как они говорят, постцерковный период. Вы начинаете понимать, что что-то, наверное, с церковью происходит не так. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com и ожидать, что церковь будет возвращать в ту вот ревность, о которой, говорит, Писание как-то не видится. Это плохо влияет на евреев. Естественно, не хочется веровать после такого свидетельства. Но это не менее отвратительно влияет и на саму церковь, дорогие братья. Потому что церковь лишает себя благословения, свидетельствовать и заставлять кого-то ревновать, согласно тому, что здесь написано. Если же падение их, продолжает апостол Павел, богатство миру, если падение их, богатство миру, и оскудение их, богатство язычников, знаете, это как сообщающиеся сосуды. То есть, для того, чтобы сделать кого-то богатым, есть количество благодати в мире зафиксированное. Если для того, чтобы сделать богатым кого-то, надо как бы заставить оскудеть кого-то. Для того, чтобы кого-то поднять, надо кого-то опустить, грубо говоря. Падение их, богатство миру, оскудение их, богатство язычникам, то Павел говорит, то тем более полнота их. И он говорит, вам, говорю, язычникам, чтобы как бы вообще снять с себя потенциальные обвинения к приверженности или неравнодушности к еврейству, он говорит, я вам говорю, как апостол язычников, я прославляю служение мое, чтобы ни у кого не было вопросов. У меня нету сомнения, к чему я призван и в чем смысл моей жизни от Дамасских ворот и дальше, по крайней мере, от 13 главы Деяния апостола. Нет у меня сомнения, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность родниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Вообще поразительная вещь. Он говорит, он рассматривает свое служение, которое он прославляет, но вместе с тем, он говорит, Господи, через ревность вашу, которую вы хотите явить миру, не спасу ли я, Павел, хотя бы некоторых из сродников моих, он говорит, по плоти, чтобы было понятно. Я, будучи служителями, апостолами, язычниками, я говорю, слава Богу за мое служение, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие как нежизнь из мертвых? Достаточно сильное утверждение. Он продолжает и говорит в 17 стихе, если же некоторые из ветви отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, если же они отломились, а ты привился на место их, вместо них, обратите внимание, на место их, не вместо них, то есть как бы вместе с ними, и стал общником корня и маслины, то не превозносись пред ветвями, не превозносись пред ветвями. Павел продолжает, как бы, объясняя церкви, что преимущество в том, что Господь их избрал благодаря тому, что он позволил быть отверженными своему народу, в каком-то смысле, как с Иисусом, как бы, принеся в жертву, или попуская жертву Иисуса во спасение мира, с таким же, можно сказать, почти точно так же, Господь Бог попустил отвержение Израиля, дабы язычники могли спастись. Иисус, какой целью? Вернуть народу Израиля то, что как бы было задолжено, ту самую благодать через побуждение ревности у народа Израиля. Он говорит в 25 стихе, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, о тайне сей, чтобы вы не мечтали, чтобы вы не воображали о себе, чтобы вы не мечтали о себе». Ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, несколько вещей. Там нету слова «времени», как вы видите, италик, и там нету слова «число». Поэтому все разговоры, или как, например, некоторые богословские доктрины о том, что вот сначала должно выйти какое-то определенное число язычников, а потом как бы дверь закроется, все-таки заходить евреи, они не выдерживают критики, потому что даже в русском тексте слово «число» нету. Стоит слово «полнота», или по-гречески «плерома». То есть, с моей точки зрения, это отчасти до некой полноты язычников. Я имею в виду духовные полноты, нечисленные. То есть, ожесточение в Израиле будет происходить до того времени, если хотите, пока наступит некая духовная полнота церкви, невидимая полнота, о которой мы говорим сегодня, а некая духовная полнота, при помощи которой церковь наконец-то сможет заставить возревновать Израиль об Иисусе Христе не своими словами, но своей жизнью, своим отношением к Израилю, своими молитвами, своими моральными, нравственными принципами, своим отношением к семье, государству, Израиль в том числе. Иными словами, должно происходить возвращение вот этой вот ревности или пример для подражания, если хотите, дабы народ Израиля мог возревновать об жизни и об авторе этой жизни, об источнике вот той жизни, которая подвигает языческую церковь на это греческое слово плерома или полноту. Это пишет апостол Павел. И так, или и так, то есть, таким образом весь Израиль спасется. Это слово по поводу, которому написаны десятки диссертаций. Неисчерпаемая тема, мы не будем ее касаться, по крайней мере, естественно, в рамках нашей беседы. Весь ли Израиль, который будет находиться на тот момент, верующий ли остаток Израиля. Большинство подавляющие ли Израиля, существуют различные версии толкования, я предполагаю, что весь из живущих на тот момент израильтян должен спастись. Суть в том, что такого утверждения в Библии не говорится ни о каком другом народе. Не сказано, у Бога нет ли цепрятия, что все поляки спасутся. Не сказано, что все шведы, хотя это несправедливо, с человеческой точки, почему как бы эти должны спастись? Все, или большинство, а другие нет. Разве они, нет, они не заслужили. Почему? Потому. Господь Бог так хочет, потому что у Него есть план, и Он верен своему плану. Мы узнаем многие вещи потом, Господь Бог говорит, таким образом, через полноту церкви, через покаяние Израиля, через побуждение ревности, весь Израиль спасется и придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. То есть приходит Господь Бог, Израиль кричит Барухаба Бешема Донай или Благословен грядущий во имя Господни, мы читаем это в ветхозаветных пророчествах, и тогда Господь Бог со своей церковью, в зависимости от того, какую эскатологическую доклину вы проповедуете, опять оставим это за скобками, спасает Израиль, устанавливается тысячелетнее царство в Иерусалиме по факту того, что израильский народ призывает Господа Бога и Господь Бог спасает Израиль, только после этого начинается, устанавливается тысячелетнее царство. Иными словами, Павел выводит очень простую как бы арифметику. До спасения Израиля как нации и народа невозможно существование тысячелетнего царства на земле. И он делает прагматический духовный эгоизм вашей целью. Иными словами говоря, ежели вы хотите тысячелетнего царства для себя, ваших детей и вашей церкви, ваша задача добиваться полноты духовной, дабы заставить Израиль возревновать, дабы Израиль призвал Господа Бога Иисуса прийти со своим воинством, освободить его и установить тысячелетнего царства. Другого пути нету. Иными словами, благословляя Израиль, вы ищете благословение для самих себя. Это простая как бы формула, достаточно, но тем не менее постоянно нежелаемые быть видимой, не просто церквями, лишающими себя постоянно благословениями. Другого пути просто нету. Народ Израиля должен призвать Господа Бога, и это как предусловие для установления тысячелетнего царства здесь, на этой земле. Опять-таки мы можем относиться к премиллионалистам или постмиллионалистам или амиллионалистам, это другой вопрос. Мы можем связывать пришествие Иисуса перед, после, или как метафорически, другой вопрос. Тем не менее, совершенно ясно, что Павел ставит это в прямую зависимость покаяния Израиля, его призвания. А теперь истоки антисемитизма, которые следуют из этого. Дьяволу очень хорошо известно, что он ничего не может сделать с Господом Богом. Он знает это. Но он знает и другое, что если ничего не может сделать с Богом, мы говорили с вами о корнях антисемитизма. Вот они корни антисемитизма. Дьявол имеет план, у него есть план. Если бы ему гипотетически удалось уничтожить Израиль физически по плоти, то некому было бы в эти последние времена воззвать Господу и сказать благословен грядущий во имя Господне. Таким образом, весь Израиль не мог быть спасен Израиля бы физического не было. Мы знаем, что рождению свыше духовному предшествует рождение от воды. То есть, если нет народа, нет проблемы. Уничтожение народа повлекло бы за собой неминуемое отсутствие призвания этого народа Господу Богу и возвращение Иисуса Христа со своими святыми и установление тысячелетнего царства. Таким образом, дьяволу удалось бы косвенно через уничтожение Израиля отвратить второе пришествие Иисуса и таким образом выставить бы Бога неверным, что моментально подорвало бы косвенным образом план спасения, весь план спасения. Весь план спасения. Это цель Бога. Вернее, я прошу прощения, это цель дьявола. Это цель дьявола. Дать, более, показать, что Бог не всесилен уничтожил Израиль таким образом он мог бы предотвратить установление всех косхотологических событий на земле. Поэтому для церкви очень важно доказывать обратное и приближать тот день, когда весь Израиль мог бы быть спасенным. Я надеюсь, это понятно. Мне очень бы хотелось, чтобы вы восприняли это не как пустую прокламацию в пользу. Помните, как в том кино, ты сюда не ходи, сюда ходи, да? Но, чтобы вы поняли, что если вы хотите, как церковь из неевреев добиться благословения в своей жизни, дабы ваши дети, внуки, мужья, жены благоденствовали в Господе Боге, вы должны молиться, как ни странно, о народе Израиля. Эти вещи связаны, вы должны являть некий образец нравственности, любви к Господу Богу, дабы побудить ревность у народа Израиля, потому что именно это благословит и вас. Кратенький обзор этой одиннадцатой главы, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи. И Павел заканчивает очень серьезным утверждением. В отношении к благовестию они враги, но ради вас. Кстати, ситуация, что израильтяне бы приняли, я знаю, у Бога нет сослагательных накладений, но израильтяне взяли бы и приняли бы Господа Бога в первый раз, когда он пришел Иисуса. Конец истории. Тогда ни один язычник не мог бы быть спасен. Все, Бог пришел, принят израильским народом, точка. Господь милостивит, чем мы даже можем себе представить. У нас столько милостив, что он жертвует своим народом, дабы спаслись все, но чтобы в конечном итоге восторжетала справедливость, чтобы и его народ был спасен. Ведь так же. И он говорит, в отношении к благовестию они враги, но они враги ради вас. Они враги ради вас. Но в отношении к избранию, или а, но в отношении к избранию они возлюблены Божьей ради отцов. То есть, в смысле, я же обещал их отцам. В отношении к благовестию они враги. Да, правда, Но ради вас же, не просто так. Избрание, возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо, морал как бы ставит жирную точку, дары и призвание Божьи непреложны. То есть то, что он обещал, то есть то, что он установил, никогда, ни при каких условиях не может быть изменено. Это должно быть вот тут вот у нас точно. Вот тут вот сердце у нас, в душе, где бы она ни находилась. Дары, которые Господь Бог дал, мы читали с вами в 9 главе. Призвание Божье, обетование Божье, они непреложны. Никто не может против сказать, так, я у тебя это забрал, теперь это моё. А оно не меняется. И все планы, которые были у Господа Бога по отношению к израильскому народу, должны быть выполнены. Они связаны неразрывно с жизнью церкви сегодня. Это взаимное обогащение. И может быть взаимным благословением, если церковь побуждает Израиля ревновать, или они могут стать взаимным проклятием. Когда церковь не делает этого, лишает благословения Израиля, и тем самым лишает благословения самого себя. Ибо дары, призвания Божьи непреложны, обетования непреложны, благословляющих тебя благословлю, злословящих тебя прокляну. Не благословляющий уже злословит, ибо Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Нейтральной позиции нету. Находящийся на нейтральной позиции убиваем двумя сторонами. Неприсоединение хорошо для Швейцарии, но не для христианина. Или он с Богом, а если он не с Богом, он не ни с кем, он с дьяволом. На этой оптимистической ноте я верю, что на самом деле все, о чем мы говорили, достаточно оптимистично. Потому что, несмотря на все предупреждения, о последствиях, оно оставляет нам достаточно узкую, но все-таки широкую дорогу. в этой узкой, для того, чтобы мы могли жить, как Господь того хочет, побуждая к ревности еврейский народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова